А где вы находились в момент, когда поступил звонок и сказали, что вот есть вариант 27 ноября подраться в сектаре? Дома. Что делали? Собирался на утреннюю тренировку, я не помню. Ранним утром было. Первый обед, но где-то я не помню, где я находился. Я не отдаю значительные какие-то вещи подобным событиям. Очередной звонок поступил, я даже не помню. Получилось не один звонок, а несколько было звонков от Азамазы. Он мне звонил, что-то согласовывал, когда бой будет. По таким мелочным моментам несколько раз позвонили, поэтому я и... А вы как раз на тот момент скучали уже по боям, да, после боя с Тарасовым? Я всегда скучаю по боям, даже во время боя. У вас до боя с Артемом Тарасовым были спарринги, например, с Давудом, с Тханским. А вот после боя с Артемом, с кем вы преимущественно работали? Боксировал также с Давудом, с тренером по боксу боксировал. Я уже точно не помню, но периодически у меня спарринги были, спарринги возникали. Подбирал специально таких же невысоких бойцов, бьющих, работающих, но только, которые уступают по правилам бокса. Чтобы была от них динамическая работа, чтобы я ощущал постоянное чувство опасности от ударов. Работал с ребятами, которые умеют боксировать. А кто будет у вас в углу? Кэпман будет. И еще кундант. А кто? Я пока еще точно не знаю, сейчас пока привез к Кэпмана, если захочет Азамат. Азамат? Да, будет осваивать. Будет осваивать, я ему покажу полотенцем махать. Там особо, я думаю, мне не надо. Второго раунда не будет выходить? Второго, я тоже думаю, не доживет, Сантос, до второго. Но мне, что мне капу нужно будет помыть между раундами. И Кэпмана, чтобы он привел внешний мой вид в порядок. Где-то грим наложил, где-то подторжевал. А кто это когда вас в последний раз трудно переводить в парток? Бои я даже не помню. Посмотрите по боям. Не, а по тренировкам было такое что-то? Каждую тренировку работаем, ну, каждый спарринг работаем по правилам. ММА, да. В зависимости от того, какого уровня боец. Если он боксер, работаем в перчатках. Но я все равно прошу, чтобы они проходили в парток. А так, Сантос пару раз пытался, когда мы так цеплялись с ним. В стойке, да, чтобы зацепиться и продемонстрировать свои знания, умения бороться. Марсио Сантос, по идее, у него из 15 побед 10 с обмишинами. Из них 4 он, по-моему, держал ручным треугольником. А насколько вот вы уверены в своем джиу-джитсу? Ну, не знаю, что вам он не сможет, например, сделать прием, если вы вдруг окажетесь на земле? На 100% я уверен. Давайте дожимся боя, забегать вперед не будем. То, что Сантос с утра до вечера изучает меня. Да и не только Сантос, все соперники. Не буду раскрывать секретов, потому что он мне сказал, я пишу, сижу, смотрю, изучаю, лазаю. Чтобы хоть как-то дожить до более поздних раундов. А вы-то его изучаете? Знаете, что он делает? Я знаю, что он делает. А что он, например? Он хорошо обладает ударной техникой, он неплохо борется. Ой, бьет. Работает в стойке. Борется он слабенько, он не борется. Хотя это для бразильцев прям такое очень большое исключение. И все борцы, даже раньше, когда я наблюдал за бразильцами, они, когда выходили против ударников, они сходились в стойке в клич. И переводить в партер они переводят плохо. Они затягивали соперника на себя, оказывались в положении в партере снизу. И снизу уже начинали работать, изматываясь, делать болевые переводы, удушающие. То есть, этим бразильцы и отличались. Работая как сверху, так и снизу в партере. Но Сантос, он в партере очень слабенький. Вот в бою против Александра Шлеменко у Марсио получалось периодически Александра прижимать к сетке. А вот вы уверены, что, например, если вас он будет прижимать, например, не удержит к сетке? Или вот за счет чего ему удавалось, допустим, в том бою анализировать? Я уже где-то говорил по поводу Шлеменко. Мне кажется, что он к этому бою подошел не в лучшей форме. Вот он такой непостоянный боец. Всегда он подходит в лучшей форме своим поединкам. И поэтому мне очень не понравилось, как он с ним отодрался. Не было ни одной серийной работы, ни работы в партере не было, ни акцентированных ударов. Были просто одиночные шлепки, где оба соперника сдохли. Что Сантош, что Шлеменко. Не показали этот бой. Лучше своей стороны. Его бой против Артура Гусейнова вы смотрели? Смотрел один, где, по-моему, Гусейнова выиграл. Ну, тоже я посмотрел на Гусейнова. У него на пузе висит спасательник Рукова. Ему уже пора завязывать с боями, а не выходить на ринг и проводить бои в такой форме и в такой манере ведения боя. Гусейнов о вас недавно очень хорошо отзывался. А как ему еще обо мне отзываться, если я проложил им, ну, как своей работой, своей заботой, выход на ринг, когда я их кормил, когда я честь гонорара на них своего тратил, когда я искал им спонсоров, оплачивал квартиры, закрывал долги ихние, делал все для них. Вот, ну, они уже занимались спортом, выступали и зарабатывали на этом. Я даже с них процент не брал. Я, наоборот, находил спонсоров под себя и с этих денег отдавал гонорары им. Вот вы перед боем с Тарасом, получается, показали, по-моему, 123 или 124 килограмма, сейчас 115, почти 10 килограммов за полтора-два месяца. Вот благодаря чему, вот что вы делали в последние два месяца? Благодаря правильному и сбалансированному питанию от компании Smart Calories, которые не кормят. Александр Абак, Алина Саев сказал, что если вы выйдете на этот бой в такой же форме, в какой вы вышли с Магомедом и Смаиловым, то вы выиграете. Ваша форма сегодня лучше, чем была? Лучше, да, я прямо в очень лучшей форме сейчас нахожусь, потому что с Смаиловым, ну, я немножко переждал, передержали этот бой, там, по-моему, на полгода он отложился, и каждый раз кормили завтраками, завтраками, может, этот бой состоится, и что он произойдет. Ну, и как-то так уже перегорел, уже желание драться пропало, постоянно мне приходилось, сколько, три, по-моему, раза поединок отхватывали. Каждый раз нужно было держать себя на пике формы. То есть я выходил уже на бой без какого-либо желания подраться.